АЛГОРИТМ СЛОЖЕНИЯ ТРЕЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ АЛГОРИТМ СЛОЖЕНИЕ ТРЕЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ, СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ, РЕШАТЬ ЗАДАЧИ. ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ, ИЗ КАКИХ РАЗРЯДОВ СОСТОЯТ ТРЕЗНАЧНЫЕ ЧИСЛА. ПЕРВЫЙ РАЗРЯД – РАЗРЯД ЕДИНИЦЫ. ПЕРВЫЙ РАЗРЯД – РАЗРЯД ДЕСЯТКИ. ТРЕТИЙ РАЗРЯД – РАЗРЯД СОТНИ. КОГДА ТРУДНО ВЫПОЛНИТЬ УСТНО СЛОЖЕНИЕ ТРЕЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ, ДЕЙСТВИЯ ВЫПОЛНЯЮТ ПИСЬМЕННО, ТО ЕСТЬ ИСПОЛЬЗУЮТ ЗАПИСЬ СТОЛБИКОМ. СЕГОДНЯ СОСТАВИМ АЛГОРИТМ СЛОЖЕНИЕ ТРЕЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ. НАЙДЁМ СУММУ ЧИСЕЛ – 356 и 272. ПИШУ РАЗРЯДЫ ПОД РАЗРЯДАМИ. СКЛАДЫВАЮ ЕДИНИЦЫ. ШЕСТЬ ПЛЮС ДВА – ВОСЕМЬ. ПИШУ ПОД ЕДИНИЦАМИ. СКЛАДЫВАЮ ДЕСЯТКИ. ПЯТЬ ДЕСЯТКОВ ПЛЮС СЕМЬ ДЕСЯТКОВ – ДВЕНАДЦАТЬ ДЕСЯТКОВ. ДВЕНАДЦАТЬ ДЕСЯТКОВ – ЭТО ОДНА СОТНЯ И ДВА ДЕСЯТКА. ДВА ПИШУ ПОД ДЕСЯТКАМИ. ОДНУ СОТНЮ ПРИБАВЛЮ К СОТНЯМ. ЧТОБЫ НЕ ЗАБЫТЬ, НАДПИСЫВАЮ НАД СОТНЯМИ. СКЛАДЫВАЮ СОТНИ – ТРИ СОТНИ ПЛЮС ДВЕ СОТНИ – ПЯТЬ СОТЕН. И ЕЩЁ ОДНА СОТНЯ, КОТОРАЯ ПОЛУЧИЛАСЬ ПРИ СКЛАДЫВАНИЕ ДЕСЯТКОВ – ВСЕГО ШЕСТЬ СОТЕН. ЧИТАЮ ОТВЕТ – ШЕСТСОТ ДВАДЦАТЬ ВОСЕМ. РЕШИМ ПРИМЕР, В КОТОРОМ ЕСТЬ ДВАЖДЫ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ РАЗРЯД. ПИШУ ЧЕТЫРЕСТА ТРИДЦАТЬ СЕМЬ ПЛЮС ДЕВЯНОСТА ПЯТЬ. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ВТОРОЕ СЛАГАЕМОЕ – ЭТО ДВУЗНАЧНОЕ ЧИСЛО. СКЛАДЫВАЮ ЕДИНИЦЫ. СЕМЬ ПЛЮС ПЯТЬ – ДВЕНАДЦАТЬ ЕДИНИЦ. ДВЕНАДЦАТЬ ЕДИНИЦ – ЭТО ОДЕНН ДЕСЯТОК И ДВЕ ЕДИНИЦЫ. ДВА ЗАПИСЫВАЮ ПОД ЕДИНИЦАМИ. ОДЕНН ДЕСЯТОК ПРИБАВЛЮ К ДЕСЯТКОМ. ЧТОБЫ НЕ ЗАБЫТЬ, НАДПИСЫВАЮ СВЕРХУ. СКЛАДЫВАЮ ДЕСЯТКИ. ТРИ ДЕСЯТКА ПЛЮС ДЕВИТЬ ДЕСЯТКОВ – ДВЕНАДЦАТЬ ДЕСЯТКОВ. И ЕЩЁ ОДЕНЬ ДЕСЯТКО, КОТОРЫЙ ПОЛУЧИЛСЯ ПРИ СКЛАДЫВАНИЕ ЕДИНИЦ. ВСЕГО ТРИНАДЦАТЬ ДЕСЯТКОВ. ТРИНАДЦАТЬ ДЕСЯТКОВ – ЭТО ОДНА СОТНЯ И ТРИ ДЕСЯТКА. ТРИ ЗАПИСЫВАЮ ПОД ДЕСЯТКАМИ. ОДНУ СОТНЮ ПРИБАВЛЮ К СОТНЯМ. ЧТОБЫ НЕ ЗАПЫТЬ, НАДПИСЫВАЮ СВЕРХУ. СКЛАДЫВАЮ СОТНИ, ЧЕТЫРЕ СОТНИ И ЕЩЁ ОДНА СОТНЯ, ПЯТЬ СОТЕН. ЗАПИСЫВАЮ ПОД СОТНЯМИ. ЧИТАЮ ОТВЕТ – ПЯТЬСОТ ТРИДЦАТЬ ДВА. А ТЕПЕРЬ, ДАВАЙТЕ РЕШИМ ЗАДАЧУ НОМЕР ЧЕТЫРЕ НА СТРАНИЦЕ СЕМЬДЕСЯТОЙ. В ТЕАТРАЛЬНОЙ КАССЕ БЫЛО 480 БИЛЕТОВ. КАСИР ПРОДАЛ БИЛЕТЫ НА ПЯТЬ СПЕКТАКЛЕЙ, ПО 16 БИЛЕТОВ НА КАЖДЫЙ. СКОЛЬКО БИЛЕТОВ ОСТАЛОСЬ В КАССЕ? ВЫДЕЛИМ ОПОРНЫЕ СЛОВА. БЫЛО, ПРОДАЛ, ОСТАЛОСЬ. СКОЛЬКО БИЛЕТОВ БЫЛО В КАССЕ? 480 БИЛЕТОВ. СКОЛЬКО БИЛЕТОВ ПРОДАЛИ? НА ПЯТЬ СПЕКТАКЛЕЙ ПО 16 БИЛЕТОВ. ЧТО НУЖНО УЗНАТЬ? СКОЛЬКО БИЛЕТОВ ОСТАЛОСЬ В КАССЕ? МОЖЕМ ЛИ МЫ СРАЗУ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС ЗАДАЧИ? НЕТ, ТАК КАК МЫ НЕ ЗНАЕМ, СКОЛЬКО БИЛЕТОВ БЫЛО ПРОДАНО. КАК ЭТО УЗНАТЬ? 16 УМНОЖИТЬ НА ПЯТЬ. СОСТАВИМ КРАТКУЮ ЗАПИСЬ. БЫЛО 480 БИЛЕТОВ, ПРОДАЛИ ПО 16 БИЛЕТОВ НА ПЯТЬ СПЕКТАКЛЕЙ, ОСТАЛОСЬ НЕИЗВЕСТНОМ. ЗАПИШИТЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ И ОТВЕТ. ПРОВЕРЯЕМ. В ПЕРВОМ ДЕЙСТВИИ 16 УМНОЖАЕМ НА ПЯТЬ, 80 БИЛЕТОВ ПРОДАЛ КАСИР. ТЕПЕРЬ, ИЗ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА БИЛЕТОВ, ВЫЧТЕМ КОЛИЧЕСТВА ПРОДАННЫХ БИЛЕТОВ. 480 МИНУС 80 ЧЕТЫРЕСТА БИЛЕТОВ. ОТВЕТ. ЧЕТЫРЕСТА БИЛЕТОВ ОСТАЛОСЬ В КАССЕ. ПОДВЕДЁМ ИТОГ УРОКА. ЧТОБЫ ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНИТЬ СЛОЖЕНИЕ ТРЕХЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ В СТОЛБИК, ЗАПИСЫВАЕМ РАЗРЯДЫ ДРУГ ПОД ДРУГОМ. ДЕЙСТВИЯ ВЫПОЛНЯЕМ, НАЧИНАЯ С ПЕРВОГО РАЗРЯДА ЕДИНИЦ. ЧТОБЫ НЕ ЗАБЫТЬ ПРИБАВИТЬ ЕДИНИЦУ ТОГО ИЛИ ИНОГО РАЗРЯДА, НАДПИСЫВАЕМ ЕЁ СВЕРХУ. ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ ВЫПОЛНИТЕ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЕ. На странице 71 учебника прочитайте ещё раз алгоритм сложения трёхзначных чисел. Решите примеры номер 2 с устным объяснением, а также задачу номер 3. Спасибо за урок. Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке русского языка. В природе есть солнце, оно светит, всех нас любит и греет. Так пусть же каждый его лучик не только обогреет вас своим теплом, но и придаст сил и уверенности в знаниях. Тема урока – местоимение, как часть речи. На этом уроке мы познакомимся с вами самой загадочной, интересной частью речи. Она не называет ни предметов, ни действий, ни признаков, но при этом является частью речи самостоятельной. Знакомство начнём с небольшого текста. Какая речевая ошибка допущена в этом тексте? Про маму. Я люблю смотреть, как мама улыбается. Лицо у мамы круглое, а глаза ясные, синие. Вот мама сидит у окна. Лучи солнца падают маме прямо в глаза. Хрусталики глаз горят, словно прозрачные камушки. Волосы у мамы русые. Мама заплетает их в косы. Моя мама добрая. И имя у мамы доброе. Ольга. В тексте повторяется слово «мама». Нельзя сказать, что это звучит красиво. Попробуем отредактировать его следующим образом. Я люблю смотреть, как мама улыбается. У неё добрая Ольга. Вместо имени существительного мы вставили в текст слова «она», «ей», «неё». И таким образом избежали повторов. Эти слова называются местоимениями. Местоимения – это самостоятельная часть речи, которая указывает на людей, животных, предметы, но не называет их. Когда мы вступаем в разговор с собеседником, мы в этом диалоге являемся первым лицом. Наш собеседник – вторым лицом, а люди или предметы, о которых мы говорим – третьими лицами. В диалоге мы используем такие местоимения, как «я», «мы», «ты», «вы», «он», «она», «оно», «они». Это личные местоимения. Они указывают на лицо, о котором идёт речь. Личные местоимения изменяются по лицам и числам. Первое лицо – единственное число, местоимение «я». Первое лицо – множественное число, местоимение «мы». Второе лицо – единственное число, местоимение «ты». Второе лицо множественного числа – «вы». Третье лицо – единственное число «он», «она», «оно», «оно». Множественное число – «они». Поработаем с упражнением. Найдите местоимение, определите лицо и число. Я буду рисовать домик. А что ты будешь делать? Завтра мы идем в театр. Кого вы ждете? Почему они опаздывают? Как же ты изменился? Выполним проверку. Я буду рисовать домик. Местоимение я, первое лицо, единственное число. А что ты будешь делать? Местоимение ты, второе лицо, единственное число. Завтра мы идем в театр. Местоимение мы, первое лицо, множественное число. Кого вы ждете? Местоимение вы, второе лицо, множественное число. Почему они опаздывают? Местоимение они, третье лицо, множественное число. И как же ты изменился? Второе лицо, единственное число. Местоимение третьего лицо, единственное число, изменяются по родам. Мужской род – он, женский род – она, средний род – оно. Во множественном числе местоимения третьего лица по родам не изменяются. Для всех родов – они. Я, мы, ты, вы, он, она, они – это начальная форма личных местоимений. Как и существительные, личные местоимения изменяются и употребляются с предлогами. Чтобы правильно определить лицо местоимений, нужно поставить их в начальную форму. Местоимений в русском языке немного, около семидесяти. Но они используются нами в речи почти так же часто, как и имена существительные. В этом и состоит их загадочность. Местоимения могут заменять в нашей речи не только имена существительные. Часто в речи мы используем такие местоимения, как этот, тот, свой, мой, тот, тот. Переходим к домашнему заданию. Открыв учебник на странице 96, упражнение 163. Вам необходимо будет выполнить это упражнение, пользуясь теми знаниями, которые мы закрепили сегодня на уроке. А именно, внимательно прочитайте упражнение. Составьте из слов предложение и запишите текст, вставляя пропущенные буквы. Подчеркните личные местоимения. Устно определите число, лицо и род местоимения. Думаю, что с этим заданием вы справитесь на пять. Желаю вам удачи. До следующего урока. Здравствуйте, ребята. Наш урок мы начнем со стихотворения. Послушайте его и определите, кто же его автор. Помощница. У Танюши дел немало, у Танюши много дел. Утром брату помогала, он с утра конфеты ел. Вот у Тани сколько дела. Таня ела, чай пила, села, с мамой посидела, встала, бабушке пошла. Перед сном сказала маме, вы меня разденьте сами. Я устала, не могу, я вам завтра помогу. Но вы узнали, конечно, что его написала Агния Львовна Барто. Тема нашего урока – стихи о детях, Агния Барто, разлука и в театре. Итак, сегодня мы познакомимся со стихотворениями Агнии Львовны Барто. Вспомним о жизни и творчестве этой поэтессы. Определим настроение этих стихотворений, отношение автора к героям стихотворений. Выясним, что же хотела сказать Агния Львовна этими стихотворениями. Итак, Агния Львовна Барто родилась в 1906 году. Вопрос о школе, где учат писать стихи, задал однажды известной писательнице Агнии Барто мальчик-первоклассник. Она ответила, сколько живу, а школы такой не встречала. Училась я в самой обыкновенной московской школе. Там же и стихи писать начала еще в младших классах. Серьезные это были стихи о влюбленных принцах. И лишь потом, когда стала постарше, написала для школьной стенгазеты веселые стихи о своих подружках. Они читали и громко смеялись, словно и они о них, а о ком-то другом сочиняла эти эпиграммы. Вообще-то Агния Львовна собиралась стать балериной. Даже училась в хореографическом училище. Но желание писать детские книги оказалось сильнее. Первая книжка молодого автора вышла в свет в 1925 году. Пожалуй, не было еще на свете бабушек и дедушек читателей этой книги. А стихи о том, как уронили мишку на пол и идет бычок качается, уже были. Знаменитая комедия «Подкидыш» – это история потерявшейся девочки. Она была снята по сценарию Агния Львовна и актрисы Зины Рины Зеленой. Несколько лет в передачах радиостанции «Маяк» звучал негромкий, спокойный женский голос Агнии Львовны Барто. Она вела передачу «Найти человека». Ей удалось соединить 927 семей, которые были разметаны по белу свету войной. Потом появилась книга «Найти человека» и фильм с таким же названием. Это еще одна очень важная страница творчества Агнии Львовны. Но вернемся к стихам о детях. Однажды какой-то мальчик позвонил писательнице по телефону и сказал с обидой, «А зачем вы про меня написали? Это все неправда». «Почему ты решил, что я писала о тебе?» «Так в классе говорят». «А сколько тебе лет?» «Десять». «А эти стихи я написала 15 лет тому назад, когда тебя еще на свете не было». «Годы идут, нет уже с нами Агнии Львовны, но не случалось ли нам узнавать в героях себя?» А сегодня мы познакомимся со стихотворением Агнии Львовны «Разлука». Послушайте, пожалуйста, внимательно. «Все я делаю для мамы. Для нее играю гаммы. Для нее хожу к врачу, математику учу. Все мальчишки в речку лезли. Я один сидел на пляже. Для нее после болезни не купался в речке даже. Для нее я мою руки, ем какие-то морковки. Только мы теперь в разлуке. Мама в городе Прилуке. Пятый день в командировке. Ну, сначала я без мамы отложил сторонку гаммы, нагляделся в телевизор на вечерние программы. Я сидел не слишком близко, но в глазах пошли полоски. Там у них одна артистка ходит в маминой прическе. И сегодня целый вечер что-то мне заняться нечем. У отца в руках газета. Только он витает где-то. Говорит, потерпим малость, десять дней еще осталось. И, наверное, по привычке, или, может быть, со скуки, я кладу на место спички и зачем-то мою руки. И звучат печально гаммы в нашей комнате без мамы. Вот такое замечательное стихотворение вы прослушали. Давайте обратимся к словарю и разберем непонятные вам слова. Прилуки – это город, который находится на Украине. Командировка – это отъезд, связанный с работой. Гамма – имеется в виду музыкальная. Это звукоряд из восьми нот. Итак, проанализируем название стихотворения. Разлука. Обратимся к словарю Ожегова. Разлука означает расстаться, разлучиться, удалиться друг от друга. И жизнь вдали от того, кто близок и дорог. О чем же это стихотворение, ребята? Речь идет об одном мальчике, который остается на попечении отца, так как его родная и любимая мама уехала в командировку. Но она ему дает строгий наказ, который состоит из заданий, которые мальчик должен ежедневно выполнять. Столько неинтересных вещей ему приходится делать для мамы. Играть гаммы, математику учить, ходить к врачу, не купаться в холодной в речке после болезни. Казалось бы, свобода. Но мальчик и даже папа все время смотрят на календарь, ожидая возвращения строгой мамы. И начинает очень сильно грустить, так как отец не может ему заменить маму. Начинается стихотворение почти с бодрой интонации, потом она сменяется восклицанием, что-то мне заняться нечем. И в финале появляются многоточия. Едва ли не всхлипывание, жизнь потеряла всякий смысл в нашей комнате без мамы. Чему же учит нас это стихотворение? Оно нас заставляет задуматься о том, как нам дороги наши близкие люди, а особенно наша мама. Надо любить, уважать, беречь маму и, конечно же, слушаться ее всегда. Попробуйте прочитать это стихотворение, показывая чувства мальчика сначала с радостью, с гордостью за маму, а затем грустно, показывая скуку. А мы переходим к следующему стихотворению Агнии Львовны, которое называется «В театре». Слушаем внимательно. «Когда мне было 8 лет, я пошла смотреть балет. Мы пошли с подругой Любой, мы в театре сняли шубы, сняли теплые платки, нам в театре в раздевалке дали в руки номерки. Наконец-то я в балете, я забыла все на свете, даже 3 помножить на 3 я сейчас бы не смогла. Наконец-то я в театре, как я этого ждала. Я сейчас увижу фею в белом шарфе и венке. Я сижу, дышать не смею, номерок держу в руке. Вдруг оркестр грянул в трубы. Мы с моей подругой Любой даже вздрогнули слегка. Вдруг вижу, нету номерка. Фея кружится по сцене, я на сцену не гляжу. Я обшарила колени, номерка не нахожу. Может, он под стулом где-то, мне теперь не до балета. Все сильнее играют трубы, пляшут гости на балу, а мы с моей подругой Любой ищем номер на полу. Укатился он куда-то, я в соседний ряд ползу. Удивляются ребята, кто там ползает внизу. По сцене бабочка порхала, я не видала ничего. Я номерок внизу искала и, наконец, нашла его. А тут как раз зажегся свет. И все ушли из зала. Мне очень нравится балет, ребятам я сказала. Итак, о чем же это стихотворение? Оно о том, это вообще поучительная история Агнии Львовны, о девочке, которая потеряла номерок и пропустила самое главное, сам спектакль, чего она впервые, ради чего она впервые вообще отправилась в театр. Главная мысль этого произведения в том, это умение вести себя в обществе, правильно расставлять приоритеты. Что важнее, номерок или спектакль? Девочка попала в очень нелепую ситуацию из-за отсутствия элементарных понятий, умения вести себя на людях. Она сама не посмотрела балет и помешала своей подруге и окружающим наслаждаться этим зрелищем. Итак, ребята, как вы думаете, Агния Барто осуждает девочек или с доброй улыбкой им о чем-то советует? И это стихотворение веселое, насмешливое или грустное? Подумайте над этими вопросами дома и приготовьтесь выразительно читать. А какую интонацию вы выберете при чтении этих стихотворений? А какую интонацию вы выберете при чтении этого стихотворения? Вначале с восхищением, потом с растерянностью, а потом с радостью, что нашелся номерок. Итак, Агния Львовна Барто автор многих поучительных стихотворений о плохих и хороших поступках детей. Если вам понравилось творчество этой поэтессы, добро пожаловать в школьную библиотеку. Выбирайте книги Агния Львовна и с удовольствием их читайте. А домашним заданием будет выразительно прочитать стихотворение, используя нужную интонацию. Страничка 112-115. Ну а мы с вами на этом прощаемся. До следующего урока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин